очень очень распространенное и популярное вот мнение сегодня мы с вами будем обсуждать скажите правда что если я хочу похудеть то я должна питаться только по сезону и теми продуктов которые растут на территории моего места жительства я просто переживаю что делать если я переезжаю в таком случае софия я бы расширил этот вопрос не только похудеть но для того чтобы сохранить здоровье необходимо питаться по географическому принципу существует такой миф это миф это миф с физиологической я подчеркну это ключевое слово с физиологической точки зрения переход на рацион питания не свойственный предыдущим поколением человека никаких неблагоприятных последствий не вызывает иногда в средствах массовой информации подменяют понятия и говорят что да многим жителям юго-восточной азии просто запрещено пить молоко но им на самом деле во время употребления молока вызываются не совсем приятные побочные явления им не рекомендуется пить молоко но им это не рекомендуется делать у себя дома а не важно где они находятся чем подмена понятия здесь получается есть национальные особенности питания вот они существуют но не географически да во многом национальные особенности питания сформированы в течение длительного периода времени нескольких тысяч лет под влиянием географических особенностей но в этом случае нельзя все равно эти понятия подменять географический рацион и национальный рацион тут важен еще вот какой аспект в интернете когда я столкнулась с этим мнением говорилось о том что если я хочу быть стройной и здоровой то я должна отказаться от тех продуктов которые не растут на территории моего места жительства то есть например вот не растут ананасы в моем городе в моем регионе значит нужно не есть ананасы потому что это может навредить и лишними килограммами еще какими проблемами государства где больше всего в мире процент людей с ожирением это государство науру в тихом океане островки такие 95 процентов жителей там страдают ожирением и это заболевание у них стало прогрессировать в течение короткого исторического промежутка в течение последних 30 лет а до этого случилось с ними да они перешли на другое питание спору нет раньше еще одно поколение назад эти люди эти аборигены страдали от истощения а после того как на этих райских островах открыли сеть отелей американцы и проблем с питанием у них не стало потому что появилось много рафинированной еды открылись рестораны быстрого питания и небольшое население этого государства стало позволять себе еду в неограниченном количестве они стали страдать сплошь и рядом ожирением но это географическому принципу не имеет никакого отношения любой человек если бы перешел неожиданно и быстро на питание рафинированной пищи высококалорийной он стал бы иметь лишние килограммы то есть поймите правильно найти примеры как бы подтверждающие этот географический принцип питания можно но при ближайшем рассмотрении они опровергаются другой пример приведу если житель северных стран ну речь идет об аляске чукотки попадает в европейское государство в какой-то и начинает питаться так как питаются там у него с гораздо больше вероятностью обнаруживаются сердечно-сосудистые заболевания но вот вы сейчас просто подтверждаете вот это мнение про географию почему почему потому что редкое распространение сердечно-сосудистых заболеваний обусловлено тем что в их рационе преимущественно жиры рыбьи хорошие жиры они питаются рыбой если того же европейца переселить на рацион чукчи либо жители аляски он с той же самой гораздо более низкой вероятностью будет иметь сердечно-сосудистые заболевания дело в рационе они в том что наши организмы адаптировались именно к местным продуктам а то есть тут нужно немножечко тогда этот миф перевернуть тут нужно говорить о том что продукты не влияют а влияет именно рацион который сформировался в той или определенной географической местности и во многом влияет еще физиология организма которая да заложена нашими предками генами я уже приводил пример жители юго-восточной азии чаще всего не переносят какие-то молочные продукты но это ферментативная система так работает это физиология организма география она имеет отдаленное отношение другой пример свойственный уже нашей россии как давно в историческом промежутке времени мы питаемся картофелем не с петра ли великого мы питаемся картофелем относительно недавно всего лишь несколько сотен лет да да так и есть и таких пример кукуруза помидоры после попадания в европу помидоры долгое время считались отравой сейчас это один из самых диетических и наиполезнейших продуктов но то есть тут получается следует говорить что да география влияет но она влияет на рацион питания который формируется у определенного населения то есть кто-то привык более острой пищи кто-то привык к менее острой пищи кто-то привык более жирной пищи потому что у них там холодно и жиры им эти нужны кто-то вот к менее да но при этом если я гем какие-то несвойственные продукты например если я перееду куда-нибудь где популярен булгур ну то есть он сейчас тоже приобретает определенную популярность у нас здесь но как бы все равно раньше о нем не так слышно было то это не навредит моему здоровью да еще один пример на ту же тему киноа знаменитая крупа которая давно использовалась в странах латинской южной америки у нас про нее никто не слышал даже лет десять назад сейчас установлена совершенно точно это очень полезная крупа и никаких противопоказаний к ней глобальных у нашего соотечественника нет таких примеров очень много можно привести когда один какой-то продукт относительно недавно получил распространение во многих странах вреда от него нет все же зависит от состава состав витаминов микроэлементов состав клетчатки если мы возьмем какой-то наш местный продукт допустим редьку то по ее составу микроэлементов витаминов углеводов клетчатки всегда можно найти какой-нибудь заморский аналог и по воздействию на наше пищеварение на наше тело на наше здоровье это будет иметь абсолютную идентичность это одно и тоже будет влияние география может влиять на рацион но утверждение что для сохранения здоровья и стройности нужно питаться только местными продуктами не выдерживать никакой критики оно не подтверждено исследования для хомо сапиенс для человека разумного выявлен рацион который однозначно будет благоприятствовать продолжительной жизни и сохранению здоровья вне зависимости от национальности региона вне зависимости от генов вне зависимости да какие-то мелкие особенности о которых я уже говорил могут присутствовать и в общем и целом это рацион который соответствует известному правилу тарелки о котором вы неоднократно говорили о нем я не устану говорить так же как и многие мои коллеги и диетологи четверть такого полезного рациона должны занимать овощи и неважно где они выросли четверть фрукты тоже вне зависимости от их географического произрастания четверть это белковая пища мясо рыба и четверть это крупы такой рацион подобранный из местных продуктов или из продуктов заморских однозначно будет приводить к максимальной продолжительности жизни хорошо с географическим принципом питания и даже с национальным мы немножко разобрались стало вроде все понятно что делать с сезонностью продуктов я анонсировала в самом начале эту тему что делать зимой например мне когда у нас в регионе не растут овощи и фрукты как питаться чем вопрос достаточно актуальны потому что большинство наших предыдущих поколений сталкивались с недоеданием с дефицитом тех или иных компонентов пищи во время разных сезонов сезонный принцип питания имел место быть но это было плохо это была большущая проблема и дефицит витаминов он миллионы людей уничтожил то есть правильно ли я понимаю что те кто утверждают что нужно питаться исключительно сезонными овощами фруктами и продуктами вообще в целом но они заблуждаются что раньше так питались вынужденно сейчас когда мы имеем возможность питаться лучше но во все времена года примерно одинаково что произошло в диетологии это пожалуй самое главное что произошло в питании современного человека за последние лет 50 первое это появились замороженные продукты которые сохраняют витамина минеральный состав фактически в полном объеме и замороженные продукты уничтожили а витаминоз как одну из самых распространенных причин смерти причин смерти для сравнения в средние века от дефицита витамина c от цинги умерло больше людей чем во всех морских сражениях это была серьезнейшая проблема сейчас такого дефицита встретить невозможно современные технологии пищевого производства делают процесс консервирования достаточно надежным стабильным и относительно безвредным но раньше же тоже и заморозка была и консервирование тебе пожалуйста нет в гораздо меньших количествах второе это способ доставки вы не ответили мне те люди которые говорят о том что нужно питаться исключительно сезонными продуктами они заблуждаются сезонность питания ушла в историю и когда люди раньше питались исключительно по сезону это не потому что так было правильно и полезно для здоровья а потому что у них просто выбора другого не было верно вспомните известное выражение старорусска вершки и корешки корешки нужно было есть осенью что делали наши предки в начале лета в конце весны питались вершками было даже знаменитое блюдо ботвинья когда срезали ботву которую сейчас современный человек в принципе уже пищу не употребляет они вынуждены были из этой ботвы варить суп да он вкусный я пробовал великолепно хорошее блюдо и главное она насыщена витаминами да сейчас современный человек может ботвинью варить для того чтобы восполнить свой дефицит в витаминах но возможности другие современного надобности в таком блюде сейчас нет потому что в любом магазине продуктовом на прилавках вы увидите свежие овощи и фрукты вопрос такой почти почти финальный сейчас вам задам а что же делать вот если вы говорите что по сезону питаться не обязательно что сейчас у нас неограниченные возможности то вот зимой овощи и фрукты которые я покупаю они к сожалению но менее вкусные чем летом когда их покупаю и считается что вот овощи и фрукты которые продаются зимой они менее полезны это так или нет это заблуждение потому что вкусовые ощущения не являются индикатором пользы от того или иного продукта андрей венеменович давайте подвезем итог в общем что делать географический принцип сезонный принцип когда я ем только то что растет в то или иное время года у меня по моему месту жительства стоит ли всего этого придерживаться или нет сезонному принципу современному человеку следовать совершенно не обязательно потому что магазинах стали доступны продукты всех сезонов круглогодично географический принцип он не подтверждается серьезными научными исследованиями можно без каких-то последствий отрицательных для своего здоровья начать питаться перейти на кухню азиатскую мексиканскую либо итальянскую главное правило это питаться без запретов разнообразно но соблюдая меру